Я рад приветствовать охотников и охотниц на лечестве на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Darkest Dungeon. Я извиняюсь, дорогие друзья, что так долго не было серии по Darkest Dungeon. Один раз я отдыхал, второй раз я пытался записать, но при этом у меня умерла часть команды. Пройти не получилось, причем, кстати, на том же самом месте я умер. Причем, кстати, даже по той же самой причине, представляете, опять, короче, я с одним... Слишком долго мы наносили урон, слишком долго. Я даже не то, что я там пытался прохилиться, как в прошлый раз, там, как-то себе там что-то восстановить. Нет, просто мы слишком долго, мы мало наносили урона и в итоге получилось так, что пришла помощь и пронесла мне двух моих героев. Вот, но мы ушли, я убежал, все-таки вынес с собой часть своих артефактов. Не то, что часть, все свои артефакты, единственное, что вот, к сожалению, один умер, получается, одного я потерял, когда мы на отходе уходили. Ну, неприятная, короче, тема. Не важно, суть не в этом. Давайте, короче, пойдем в новое путешествие. Я набрал свою новую команду. Сейчас вам покажу, что это за пати, вот такая пати. Пати-апатия. Будет шут. Они все у меня кровоточащие, все на кровотечение. В прошлый раз я делал все то же самое, я тоже брал с собой пати, основанную на кровотечение. Это была у меня дикарка, был у меня шут. Дикарка, этот же, кстати, шут. Воевода был и висталка. Мы не прошли. Воевода с висталкой, они, получается, практически урон не наносили. Воеводу я использовал. Ну, воителя, который. Я его использовал как бафера, он чисто у меня бафал моих на ворот и защищал щитами. Что-то с воротом совсем не то, короче. Я так понял. Потому что порядка около 70, что ли, там, единиц, получается, у ворота. И в итоге мы ворачивались. Мы первые вроде бы и нечеток. Но как только у одного был стресс максимальный, до сотки дошел. После этого началось все очень плохо. Все пошло, короче, коду под хвост и в итоге мы продули. Ну, в этот раз я не рассчитываю на ворот. Я больше рассчитываю на дамаг, если честно. Хотя вот этот чувак, он, конечно, вешать будет в ворот, в защиту на ворот. Ему я поставил супер-мега-крутую рубаху, которая дает 15 уклонений. Он будет вешать вот эту штуку на кого-нибудь. И будет стараться увернуться. Ну, получится-получится. Хорошо, нет-нет, но извините. Вот, ну, плюс ко всему. Остальные ребята у меня, ну, так, я сейчас вам покажу, что на них отдел. Все на кровотечение. На кровотечение. Ну, и весталка у меня просто на хил. Потому что вот эти скорпионы, они бьют дважды. Они ходят дважды за круг. Получается, им выгодно на них что-то кидать. Нам, точнее, выгодно на них что-то кидать. Либо это яд, либо это кровотечение. Одно из двух. Но яд нельзя кидать, потому что там сопротивление небольшое. Ну, относительно большое сопротивление. И у нас не получится ничего. А вот на кровь, пожалуйста. При этом у нас герои эти бьют помимо кровотечения довольно-таки неплохо. Вот эти двое, по крайней мере. Собачник неплохо кусает. Хоть, конечно, он и вешает кровотечение. Но у него нет понижения урона. По крайней мере. Он не режет свой урон. За счет, типа, кровотечения, дополнительных каких-то бафов. Вот здесь вот минус 80%. Ну, а в основном так вот. Шут, конечно, он чисто вот кровотечение у него. Но вот эта атака тоже у него крутая. Что тут скажешь. Там аж 150 урона сверху. Вот. Особенно секрет о нем. Так вообще будет божественно. Так что у нас будут атаки и просто. Потому что там есть типы, которые культисты. У них по 107% идет сопротивление кровотечению. Вот эти дилдоиды, которые непонятные дилды какие-то. Которые стоят там защищая. То протекторы кидают, то что-то еще делают. У них вообще там по 200 практически. Там 198 у них защита от кровотечения. И кровотечением ты не пробьешь. Это бессмысленно. Только время затягивать. Вот. А нам нужен дамаг. Ну тут будет и дамаг. Как бы будут и другие какие-то свойства у нас. И кровотечения будем вешать. А на Скорпионов 100% надо кровотечением. Так будет проще просто. Ну давайте попробуем уже. Получится, не получится. Предупреждаю сразу. Если опять сейчас не получится у нас. Да, если даже и получится. То серия не выйдет раньше, чем через серию. Потому что игра эта требует у меня слишком много времени. Я не готов жертвовать. Так. Когда герой решает бросить задание, а дама в курсе. Три руки, косточки. Вот не знаю, от костей, наверное, мы избавимся. Я думаю, 100% все забираем. Потому что реально она мне очень сильно понадобится. Берем две пачки. Ха-ха, видели, его глючит. Две пачки этого. Пачку этого. Одну пачку. Две пачки антияда. Потому что я тут тоже любители повешать. Да, наверное, от костей мы избавимся. Да, они дают хороший прирост. А я не могу смотреть, от них избавиться. Странно, а почему так? Я просто хочу их выкинуть. Неужели я не могу? Да ну, да выкиньте эти кости. Нафиг они мне нужны? Мне бы лучше факел взять, да святую воду. Ну давайте тогда просто чисто факелами запасаться. Ну а что делать? Больше ничего нельзя поделать. Это выкинуть мне не дают просто. Может надо что-то другое нажать? Не, не дают выкинуть, короче. Косточки, значит, с нами остаются. К сожалению, опять же. Че, я передвинуть просто хочу. Вот так вот. Пойдем, значит, с костями. У нас будут факела. Я вместо, конечно, с костей бы лучше взял бы святую воду. Потому что там будут все-таки дамажить. Кровотечение, шмотечение, все это фигня. Капчелана, погнали. Не будем затягивать. И так уже вступление затянулось. Капчелана, погнали. Я знаю, что вроде разработчики, они... Некоторыми творческими мыслями напитывались, когда писали эту игру. Это чувствуется. Так, ладно, давайте не будем его слушать. Дядька, ты меня отвлекаешь. Погнали. Привет. Первые культисты, да, у нас, значит, здесь. Защиту. Да, шмяк защита пошла. Отлично. Ну, как отлично? Ничего хорошего, конечно. Смотрите-ка, ходит он. На удивление вообще странно, что он ходит. Ну, вот тут система хода вообще странная. Мне 6. У него вот 10. У него вот 9. А, наоборот, у него 10, у него 9 скорость. Для меня это безумно странно. Давайте долбанем. Кого долбанем? Давайте долбанем. Может, хила сначались? Нет, давайте с дамагеров. Лучше дамагеров. Но этого хила в пень. 21. Вот так вот, крита. Сразу посмотрите. Сразу стресса столько, что пипец. Короче, ладно, давайте. Добивать. Он, конечно, у нас помрет, но... Странно. А, ну, в принципе, да, ничего странного. Я же того доатаканул. Все нормально. Кровотечение повесили. Прежде всего сейчас сбивать кровотечение. И, естественно, будем сейчас ее хилить. Его, точнее. 21 суперский хил. Я больше переживаю за стресс. Стресс. Это просто... Это... Это наше... Наше все. Так. Давайте-ка попробуем... Глушануть. Оглушись-ка, парень. Да, отлично. Оглушение пошло. У собачника, я сейчас не знаю, оставил я. Нет стресса мы. Антистресс, нет, я не поставил. Надо будет, наверное, поставить, потому что... Мы так не сможем пройти. Сопротивление. Смотрите-ка. Убили. Давайте так и сделаю. Так, защиту оставлю, наверное. Всю метку уберем, поставим. Антистресс пускай будет. За этот тоже. Ага. Мы на третьей позиции стоим. Так, это там потом... Ну да, просто у нас не получилось шутом отпрыгнуть. Потому что ходил не он. Я думал, что шут будет ходить первый. Ну или собачника. А ходил вообще вот этот чувак. Очень странное распределение. Безумно странное. Так. Вроде пока... Со стрессом все плохо. Мне и в прошлый раз тоже. У меня в прошлый раз закатало вот то, что мы перестрессовали. Вот так вот, я бы сказал. И здесь, походу, будет то же самое. Мы идем чисто целенаправленно в места, где нас будут ждать. Где тут еще товарищи? Они же должны нас поджидать. Ну, либо внутри будут стоять. Одно из двух. Заходим. Да, здесь, пожалуйста. Тип эти. Так. Кого будем убивать первым? Наверное, я его убью. Потому что он в любом случае кинет защиту. Вот так вот я хотел. Ну, наверное, придется кого-то вот так вот. Отличный крит. Просто отличный крит. Себя будет хилить. Нет, смотрите, защиту ставит. Так. Меткость, уклонение. Либо резать. Вот видите, у него сто девяносто семь процентов. Это бесполезно. Будем просто бить, наверное. Сорок два. У этого хмыря. Ну да, лучше бить. Что нам остается делать? Нам только бить. Подвоим. Уклонение сработало. У нашего псаря. На пятнадцать зарядил. И кровотечение. Вот это жесть, конечно. Надуплили нашего. Сейчас попробую на него защиту повесить. Ну не попробуй, я повешу. Собачника. Себя будет хилить, да? Угу. Хорошо отхилил. Запротектим. Снимем стресс. Потихоньку будем пытаться отлечиваться от стресса. Тут самое главное это... Задамажить. Помрешь ты, нет? Уклонение отлично. 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 Прилично. Парень. Поспи. Ты мне бесишь. Давайте еще снимем стресс. Ну как бы я его и в расчете на то и брал, как бы, да? Чтобы у меня он стрессы снимал. Ну. Такого-то он у меня чувак. Сколько у меня осталось еще? Один на четыре. Добьем вот эту тварь. Подвоем будет бить. Уклонение... По мне не сработало. Кровотечение не повесил? Дополнительно нет. Сопротивление кровотечению. Минус 40%. Офигеть. Лечим. На 12 хила. Хорошо похилили. Добить. Добьем. Щит спал. Очень больно бьют. У нас же очень мало здоровья. Это, как бы, наверное, минус самый главный, да? Нашей патьки. Мы очень худые. Походу, для этого подземелья. Так, тихо. Давайте еще снимем стресс. С кого? Давайте с себя. Так, это последний был. Отлично. Теперь я буду вешать. Смотри-ка, тварь. Уклонился. Ладно. Ничего страшного. От такого уклонишься. И еще раз. Как бы мы сейчас опять не затянули. Вот я вижу, что нам дамага пока не хватает. Но мы не добиваем их. Долго, долго тянется бой. Офигеть. У меня на 40% повышенное... Повышенное количество кровотечения. Вот у него на 40% реально. А я не могу повесить на него кровотечения. Очень странно. У него 107%, в принципе, я не удивлен. С одной этой стороны. Надо, наверное, не удивляться этому. Так, ну, в принципе, ничего. Мы так отхилились. Строй по стрессу. Нормально все. Второй бой пока терпим. Сейчас будет босс. Вот сейчас все решится, короче. Сейчас будет самая-самая жесть. Самая-самая-самая жесть. Самая-самая жесть. Так, надо подумать. Подождите секундочку. Я сейчас буквально соображу, что надо сделать сразу. Там будут две головы и один скорпион. Надо кого-то убивать сразу. Потому что надо за первый круг по-любому убить одного или двоих, желательно, сразу. Ну, то есть я имею в виду либо две головы убить, либо выщелкивать. Ну, скорпиона мы не выщелкиваем. 140 дамага, наверное, это слишком много. Ладно, давайте, короче, погнали. Пока садиться в костер я не... Не сам костер, возле костра, точнее. Садиться не буду. Пока садиться не будем, будем ждать. Ждать будем. Так, скорпион. Кто ходит первый? Они ходят. Блин, вот тварь, а. Какого хрена вы ходите первыми? Отравили. Метку повесили. Да ну, псины, да какого? Да сколько у вас скорости? Что вы так ходите? Да я не верю. 12 скорости. Охренеть. Теперь верю. Кусь. Мартовский гусь. Блин, ну его добивать как-то мне жаба. Надо было другого бить, наверное. Нет, давайте добьем. Ладно. Одного убили. Ушли. Рывок. На вот этого. Так, на 4. Сняли отраву. Похилили всех. Следующий круг пошел, да? На нее. Метка. 14. Блин, очень много. Сейчас еще оглушит же. О, блин. Вот в прошлый раз меня убили, моего героя. Просто тупо убили вот во второй нашей там встрече. При второй встрече. На таком моменте мы просто тупо в меня влетело 3. Вот все трое в меня проатаковали. Там были вот эти мелкие такие ублюдки. Они все трое, короче, проатаковали в одного героя и просто снесли его. Моментально. Это было очень неприятно. Так, что будем делать-то? Надо что-то делать. Что-то делать, что-то делать. Да-да-да-да-да. Мне надо вот этого типа достать. Мне он не нравится. Ну, давайте прыгать вперед. Потихоньку. Будем пропрыгивать. Уклон. Нет, он опять скинул. Все-таки откинул его. С одной стороны, даже неплохо. Мы опять в той же самой позиции, в которой сейчас и находились. Так, давайте добьем его. Надеюсь, что... Ё-моё. Вот это, конечно, неприятно. Добили все. Добили. От одного избавились, по крайней мере. Нам сейчас самое главное. Это что? Не трогай. Не трогай ее, тварь. 27. Охренеть. Просто охренеть. Я в шоке. Он конченый. Просто ты конченый. Все скорпионы конченые. Все. Поголовно. Больные на всю бошку. Блин, хоть глуши его. Реально. Будем кусать. 40. 33. Отлично. Хорошее кровотечение. На 9. Понижение кровотечения. Не сработало. Кровотечение повесили. Отлично. На 3. Опять ходит. Опять на него, да? Нет, на собачника. Промахнись. Сопротивление. Отлично. Тьфу. Но одного только. Единственное смертельное пока. Все хорошо. По стрессу, по крайней мере, не просели. Это уже хорошо. Давайте. Кусь-кусь. Косточку. Удар. 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 Кровотечение. Смотрите, сопротивление не могу никак повесить. Понижение сопротивления. Откровение. Сейчас опять будет при смерти. Блин. Пожалуйста, только не ходи подряд, а дай только сходить в исталки. Будем хилить всех сразу. Ты сдохнешь в следующий ход. Отлично. Увернулся. Так, он сдохнет. Да, 6. Сколько его течения? 10. Но я его просто сейчас добью любой атакой. Хотел похилиться. Хотел похилиться. Ладно. Снесли нам. Очень, очень сильно снесли шута. Да и весталка тоже. Что делать-то? Надо ложиться. Ложиться, говорю. Надо садиться в этот самый. К каструйте. Иначе будет жесть. Я, правда, не знаю. Не помню, точнее всего, сколько тут боев надо будет пройти. Вот сколько надо будет боев пройти. В этой комнате или до комнаты будет ли кто-то? Потому что надо раз, два. Ну, то есть раз, два, три. И потом только на четвертой будет враг. Наверняка там кто-то будет по пути. Я вот не уверен, где нам лучше садиться. Ладно, погнали. Сейчас дойдем там, посмотрим. Потому что подхилиться надо 100%. За еду хилиться я не хочу. Хотя, в принципе, можно, наверное, поесть все-таки чуть-чуть. Я помню, что потом у меня нехватка начинала с еды. Жесткая нехватка. Я вот... Из-за этого я переживаю. Давайте немножко просто отобедаем. Двоим, да? И пойдем. Жесткая. Самая жесткая, наверное, что я вообще встречал. И все это тупо просто из-за одной вот твари. Одна тварь. Это скорпион. Все. Одна тварь. И она все портит, реально. Культисты еще терпимая вещь. Вот скорпион, все, пипец, рвань. Давайте... Не знаю, постараемся. Давайте, наверное, постараемся. Не будем садиться сейчас. Пройдем. Одну комнату хотя бы. Там сядем. Я надеюсь... Не надеюсь, точнее. Я думаю, что здесь будет битва. Или в комнате, либо здесь. Мы подеремся. И, может быть, отхилимся даже. Но по-другому просто я не знаю, что делать. Так, собачник, собачник, собачник. Собачник. Собачник это и есть хил. Он может хилинуть себя. При желании. Защита. Вот она, мне кажется, сейчас будет как раз кстати. Понижение. Мы все равно на третьей позиции практически не стоим. Пойдем так, наверное. Давайте сходим до одной комнаты. Я надеюсь, что там все будет нормально. То есть мы сможем прохилиться. Еще будет драка, наверное, да? Да, драка будет. Сколько у вас опять тоже? Сколько у них хода? Девять. Пипец. Ну и на двоих повесили, да? А, он похилил. Слава богу. Да, я хожу. Один. Еще на одного. Давай еще на одного. Отлично. Убили. Минус один. Ушли. Небольшое количество стресса. Минус то, что я по другим-то линиям и не бью. Смотрите-ка. Я только первые две линии. Да, попадает, конечно, четко. Будем снимать стресс потихоньку. Потому что стресса много. Защита, да? Сходил бы другим, было бы гораздо лучше. Сходил бы другим, было бы лучше. Потому что глушенули бы. Опять стресс. Отлично. Понижение на 30%. Очень хорошо. Ты умрешь. Угу. Ты поспишь. Четыре. Девять. У всех, в принципе, одинаковое количество стресса. Убили. Так. Ну, я думаю, что в этой комнате-то ничь кого не будет. Мы сейчас зайдем, это будет все спокойно. Ну, то есть, мы тут сейчас только что подрались. Значит, следующая комната будет спокойно, да? Так и есть. Давайте отдыхать. Потому что я дальше не помню вообще, как там, что, кого. Но я уверен, что драки будут. То есть, мы пойдем, наверное, сейчас вот по этой стороне. Раз. Два. И потом босс. Думаю, что, наверное, одна драка. Либо в комнате, либо в промежутке между комнатой. Будет нам по дороге. То есть, две, наверное, две, две, максимум три драки. И четвертая будет босс. Как раз нам хватит. Давайте садиться в костер. Ну, не в сам костер, вы понимаете же. Меня прекрасно. Так, давайте поедим полностью. Нам нужно стресс снимать и все это, короче. И сейчас будем понижать стресс. За счет обилок. Кстати, расстановка не очень удачная получается. Потому что... Мне бы лучше, наверное, чтобы собачник стресс снимал. Потому что... Ну, для него это более полезно, наверное. Для собачника. Для собачника это гораздо лучше. Он снимает со всех по пятюне. Ну, со всех. А этот снимает по пятнадцать. Но с одного только всего лишь. Это, по-моему, полная фигня, короче. Как стресс. Это фигня. Надо, наверное, убрать его. Убрать эту обилку. А я сейчас вообще ничего не могу, да, выбрать. Нет, я не могу сейчас обилку. Потом тогда. Потом все это сделаем. Давайте подумаем, что будем делать. По-любому будем брать на атаку. Рукопашные навыки. И на 10 меткости, 20 крита. Плюс скорость, плюс уклонение. Но только герой. Ну, и нормально. Это мы и берем. Дальнобойные навыки нет. Это снижение стресса. Что у собакина? Снижение стресса. На 20. Все спутники снижения стресса на 10. Урона от стресса. По-моему, хорошая способность. Сейчас мы посмотрим, что еще у висталки есть. У висталки, по-моему, тоже что-то есть подобное. Шанс застать группу врасплох. Это нам вообще ни к чему. По-моему, здесь нельзя застать никого врасплох. Тут, по-моему, все... Ну, и нас не застают, как бы. И мы не застаем. Типа такое вот. Так, все... Так, защищает от ночных нападений. Есть и смертельная слабость. Излечение птиц, есть и смертельная слабость. Снижение стресса. Вообще, так-то да, но вот... Ладно. У него смертельная слабость. Это, конечно, вообще плохо. Снижение стресса на 15, если без религии. Снижение стресса на 5, если религия плюс 15 с защитой. Вот это, кстати, тоже хорошая вещь. Минус 20% урона от стресса. И здесь то же самое. Если религия, если снижение стресса и защита от стресса, да, у нас. При религии и при без религии. Но у нас религиозная только она одна. Уклонение, меткость. Кстати, тоже тема. Повесить, например, на шута уклонение. У него вообще понизили. А, нет, у него было 31, все правильно. Десятку, может, уклонение повесить. Так, ну, собаки, она, короче, тоже только снижение стресса, да. Давайте, короче, снижать стресс по-любому. Все спутники, если религия, снижение стресса и защита. Будем меньше получать урона, хотя на пятюню всего, да. Ну, так-то вообще фигня. Давайте лучше вот это возьмем. А, это один спутник. А, это один спутник. Ммм, коварство. Давайте вот пускай вот ему повесим еще уклонение и меткость. Так, вот у него есть снижение. Все спутники снижали стресса, урон от стресса. Всем вешаем. Что у нас там остается? Одно очко где-то, да? Два очка у нас остается. Снижение стресса на 20. Можем использовать. Урон от стресса. Минус 15%. Давайте вот, наверное, мы лучше вот это сделаем. Ну и, пожалуй, хватит. Давайте, короче. Просто я сильно переживаю. Извините, да, затягиваю. Я понимаю, но я переживаю. Я не хочу опять умирать. Не хочу своих героев терять. Ну, погнали. По какой стороне лучше пойдем? Да пойдемте по этой. Так, тихо. Расстановочка. Да, еще и способности. Так, кого бы лучше тогда ему поставить? Может, меткость понижать будет прыгать? Довольно-таки сложно, хотя это сделать. Честно скажу. Шпэнк, шпэнк, шпэнк. Либо на криты бафать. Тоже, кстати, хорошая вещь. Забафать на криты. Тогда надо собаке наставить другую позицию. Поставить его вот сюда. Этот отпрыгнет. Нет, висталка тогда будет стоять. Да, тогда неудачно. Он отпрыгнет на заднюю позицию, потом будет передвинеться сюда. Этот будет на второй. На второй он снимать страсть не сможет. Но в итоге все равно он переплы... Нормально все будет. Нормально все будет. Ладно. Перепрыгим сюда, там все дадим. Тут это накритуем. Посмотрим, короче. Может прокатит. Жуткая, но погнали. Драка? Нет. Ну, у нас еще в комнате будет драка. Смотрите, в комнате ничего. Это радует. Чем меньше драк, тем лучше нам. Потому что, ну их нафиг эти драки. Ну тут-то точно должна быть драка. Либо здесь, либо в комнате. А может и здесь, и в комнате. Ничего пока нету, но значит в комнате. Давайте на максимум. Так, тут два непонятных... Две непонятные хрени и вот этот вот... Самый опасный, наверное. Из них из всех. Может сразу повесить защиту? Давайте, может сразу. Нет, давайте гасить. Одну надо загасить уж точно. Какую-то одну надо выносить. Прямо 100%. Смотрите, защиту сразу на нее вешает, да? А нет, он бафает ее. Эту погонь. Да ну ты че, брось. Блин, и оглушение вешает. Вот паскуда, тварь, и оконченная. Пипец. Да ну у тебя нахер. Ты какого хрена это все произошло? У них 4 скорости. Вот че за... Вот... Че? Это... Вот как эту игру понимать вообще? Я вообще их не понимаю. Кто так сильно упоролся, что вот эту херню мне вообще подсовывает? У меня, извините меня, у этих героев по 10, по 9 скорости. Я должен как-то рассчитывать на них. Я не могу этого сделать вообще никак. Так, сколько у тебя оглушения? 98. Особо сильно тоже не разгонишься. Тоже оглушил меня. Ладно, хоть на 9 бьют, не так страшно. Подхилил он на 18 просто вообще, капец. Так, ладно, надо тоже, вот эту штуку тоже надо гасить. Давайте я бафну наших. На разочек. По 4. Попробуем ударить. Оглушили, отлично. Я понимаю, что вот эту тварь, когда мы добьем... Когда мы вот эту тварь добьем... Она начнет сразу нам спамить всякой шнягой, типа там... Ну, вы понимаете, да? Всякой фиговиной, типа... Стресс. Вот она начнет массово гасить стресс. Ее надо, наверное, тоже немножечко подзадержать. Может быть, не убивать сразу. Ну, то есть, вот эту сразу не убивать, тоже законтролить ее. Убить вот эту тварь, а потом уже... Потом уж переходить другим. Надо похилиться, наверное. Давайте похилим. Я думаю, просто ударить и подхилить. Думаю просто. Ударить, подхилить. Что сделать лучше? Уклонись. Атака. Будем потихоньку атаковать. Давайте я законтролю. А сами этим делом будем гасить. Гасить дилдойда вот этого. Потому что потом он начнет стрессовать, это будет жесть. А он сейчас хилить же будет. Пипец. Да-да-да, он же хилит, он же кончен. Да прости, чувак. Тебе придется убивать. Ну, кританул. Наконец-то. Опа, по трем прошла. Вообще отлично. Так, пошел стресс. По-моему, мы почти все на фулах. Да, ну давайте я еще раз, ладно. Да, у нас все почти были на фулах. Добили. Неприятное создание, что тут скажешь? Ха-ха-ха. Вообще неприятно. Погнали. По-моему, конечно, нам бы сейчас было бы очень полезно. Но я имею в виду святую воду. Так, ну что, мы дошли. Погнали. Вот это вообще-то. Это просто рвань. Два раза, два раза подряд, и мне не получалось пройти. 23. 33, точнее. Отлично, кровотечение. Уклонение. Божественно. Давай, сейчас шут-шут ходит. Уклонение. Просто шикарно. Шут-шут-шут. Так, давайте я вот так вот ударю. И попробуем сейчас, может быть, шут добьет ее с одного удара. Вот этим супер-мега крутым ударом. Давай. Блин, не получилось. 19. Сколько у нее? 4 хп. 4. Отлично, убьем ее. От двух сразу избавились. Уже шикарно. Так, теперь осталось нам что-то. Просто теперь будем вносить вот в эту тварь очень много стараться дамага внести. Так, будем хилиться. Ну, нафиг. Я знаю, что такое. Забить на хил. Шут-шута. Ммм. Яд, да? Пипец. На 10. На 6. Так, ну погнали. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Отлично, вот это хорошо прям вообще. Вообще прям хорошо, вообще прям супер. Похилили на червончик. Ничего страшного. Червончик тоже здорово. Откровение, блин, и прям на него вот. А у него уклонения никакого просто. Так, пьем от яда. Ну, как у него полтинник? У него сейчас на данный момент 45 почти. Ну, не полтинник, 45 уклонений. Но не работало. Не сработало. На него, по крайней мере. Мне надо сейчас срочно уходить в защиту. Этим чуваком. Иначе хана. Крит на 4. Что-то не совсем-то уж много, да? А, ну да, в принципе, не удивляюсь. Только не в него. Отлично. Перекреститься готов. Так, давайте на него повесим. Так, и опять кровотечение. На 33. Просто ты бог, бог мой. Молодец ты, мой хороший. Я тебя люблю. На, тварь. На, по пузу тебе, мразь. Сопротивление. Кровотечение. На 11. Еще кровотечение она. Еще, тварь, на тебе кровотечение. На 2. Ну, плевать. Главное, кровотечение. На 5. 16. В кого он еще будет бить? Откровение. Фигня. На 16 кровением? А, ну да, он же. Он же у нас единственный. И, кстати, не помогло ему. Не помогло ему. У него реально, у него 25. От скила 25 стресса. О, этот, уворот. 25. Ребята. Просто. И плюс у него 45. У него реально. Вы представляете? Это просто пипец. 70 уворота. Ему просто плевать. Просто плевать. 80. А это еще и был этот самый. Баф на мне. Естественно. Вообще шикарно. Просто я в афиге. Как-то игра считает, что я должен был не уворачиваться. Я не знаю. Ставим руку вторую. Отлично все. Прошли вроде. Слава богу. Если, если, если мы пройдем, мне вообще насрать, короче. На все, что тут происходило сейчас, на данный момент. Просто лишь бы мы прошли. Я просто так переживаю. Я еще не знаю, что будет в следующей комнате. Я еще не знаю, что там будет. Мне сказали, что там сюрприз. Насколько там сюрприз. Я чувствую, что эта игра вообще такие сюрпризы любит. Что она не будет нам ничего доброго. Что ничего доброго нам не предвещает вообще этот сюрприз. Идем обратно. По той же дорожке. Блин, братюня. Как плохо, что ты. А ну как ты так мог вообще? Ты же можешь умереть. Ты в курсе? Так, у меня еще сколько? У меня еще на один бой, да, по-моему? На два боя даже. О, отлично. Два боя. Два боя? Два боя, да. Мы сейчас можем дойти. Мне сказали, обязательно надо посидеть перед костром. Ну, в комментариях мне писали. Посидеть перед костром. Перед тем, как заходить в ту комнату. Поели. Отлично. Стресса, блин. Очень много стресса. Два раза откровения, мы пипец. И приплыли. Давайте я вновь поставлю антистресс. Все-таки шут почаще будет стресс снимать. Это что? Это метка с защитой, да? Поставим вот это. Хотя нет, наверное, не будем. Тоже антистресс, на всякий случай. Или подхилку поставить. Прям даже не знаю. Давайте антистресс. Потому что что-то я вот это, я... Меня вот это пугает. Хотя мы можем поставить сейчас предмет, да? Да, ребят? Можно же поставить предмет? Действительно, почему бы и нет? Давайте вместо вот этого предмета. Где у нас там? Как мне это сделать? Как мне его выложить-то? Вот так, наверное, да? Что-то я уже начинаю паниковать. Паниковать! Не паникуй, братюня! Все будет нормально. Так, давайте вот так мы просто поменяемся. Ему поставим. И все. По крайней мере, он его не убьет сразу. Этот будет под защитой его. Мы просто под защиту будем ставить его. И все. И более-менее нормально выдержим. Ну, я надеюсь, что так выдержим. Я очень сильно рассчитывал на его уклонение. Ну, как видите. Вообще, уклонение в этой игре не оправдывает себя. Ну, мне, по крайней мере, это кажется. Мне писали, типа, да нет, ты не прав. Типа того, оно работает. И, мол... Просто, типа, плохое замечается, хорошее не видится. Типа того. Ну, я вот просто... Я из расчета того, что 80 уклонений, по-моему, это очень много. Если бы у врага было такое уклонение, я бы вообще никогда бы в него не попал. Потому что я с 25 попадаю редко. Ну, там, 35, там, у меня начинаются проблемы. О, вот это, конечно, ты не надо. Блин, братан, ну как ты в натуре, а? Ой, ты сейчас начнешь мне тут творить такую херню. Я же знаю, блин, это будет жесть. Херню-херню творить ты будешь. 22, да, еще, еще удар. Уклон. Кровотечение. Так. Хилим всех. Хоть понемножку, да, попытаемся выхилить. Так, что же сделать? Можно законтролить одного. Вообще, давайте вот так сделаем. Похилил его. Мы своего похилим. Блин, пипец. Как много стресса у него. Стресса у него очень много. Все, мы просто тупо будем стресс снимать. Это нереально. Так, одну укатали. Одного за контролем. Баф даст, да, наверное? Нет, хилит его зачем-то. Хотя он на фуах. Критануть бы так, чтобы у него аж просто дух перехватило. Вот это было бы нормально. А что, защита кончилась уже на нем, да? Блин. Пипец. Отпивай, не отпивай, короче, похер. Просто тупо брут и убивают его. Так, только не пропускай, пожалуйста. Только не пропускай ход. Поснимаем стресс. Я понимаю, да? Что это не очень хороший, может, вариант. И ставочка. Мне сейчас так криты нужны. Охрана. Ну, ладно, пускай будет охрана. Смотрите-ка, у него там 9, да, получается. Ни хрена не пускай. Говно кусок, блин. Достал ты уже меня, честное слово. 9 сейчас. Вот еще, получается, он может сейчас урон нанести. Что-то такие они жесткие. Просто пипец. Я вот что-то смотрю и... И в шоке. Нам сейчас надо отдыхать срочно. Иначе мы просто отъедем. Так, ты-то умрешь. Того добьем. Он там стоит. Про нас всякую херню думает. Давайте всех хилить. Тут у всех все плохо. А почему я у себя не снимаю стресс? Так, я сейчас о другом думаю. А вдруг в комнате там враги? И мы сейчас зайдем, а там враг. Такое ж тоже может быть. Никого, пожалуйста. Отлично. Отдыхаем. Не, я не выдержу просто. Я просто не выдержу. И мне нужно будет хилить наших. Где тут у нее было что-то там? У кого тут было, точнее всего? Подхил. Мощный. У тебя же был подхил какой-то. Снижение стресса. Снижение стресса. Если смертельная слабость, излечивает на 50%. Совершенно верно. Так, осталось 8 очков. Обязательно берем ему. Еще осталось 4. Надо подумать, что. Может быть, нет. Может быть, уклонение на кого-то повесить. Блин, уклонение я еще в него не... Перестаю верить я просто. Урон от стресса. Урон от стресса. Один спутник, да? Ну, пускай ты будешь. У тебя, братан, совсем все плохо. На единицу ничего. Отдыхаем. А, там было по 10% же всем, да, у шута была. 10% всем. Ладно. Уже поздники метаться. Так, ну я так понимаю, что вот здесь где-то будет босс. Идем туда. Отпились. Вроде как. Это что-то совсем... Как-то он... Себя-то стресс не снимает, я смотрю. Я понимаю, что он выборочно снимает. То есть, он... Не обязательно, что он может и не снять с тебя, да? То есть, ты ж макнул, он может с тебя и не снять. Не факт, что он с тебя снимет. Но он что-то совсем как бы не снимает с себя. Вот он три раза я прожал, на балалайке поиграл, и без... На балалайке собака проваяла, и ничего не произошло. Но у этого тоже есть, на всякий случай. Ладно, погнали. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Последняя комната, понятия не имею, что там. Но надеюсь, что там будет все нормально. Так, культист, анархист и другие всякие твари. Давайте его сразу выключать, потому что он что-то самый, по-моему, ненормальный. 28. Отлично, урон. Дайте мне шутом сходить, дай шутом сходить, дай шутом сходить. Шутом дай. Паскуда. Как они четко кровотечение вешают вообще? Мне нравится. Сколько у тебя там? Как же долго ты шут ходишь? Почему? Это все из-за того, что у тебя... Смертельная слабость, что ли? Возможно. Уклонение супер просто. Вот это вот хорошая новость. Только не пропускай. Убили. Убили. Еще б тебя, тварь, убить, и было бы вообще норм. Сколько у тебя? 18. Не добью. Попробуем оглушить. Отлично. Балалайшник. Сыграй. Кстати, он и защиту уже от стресса повышает, да? Урон от стресса, да? И урон от стресса минус 20%. Он повышает за счет балалайки своей. Кусь-кусь, тварь. Так, отлично. Разделались. Все хорошо. Минимум потерь. Чуть-чуть хп потеряли, и все. И даже от стресса от немного избавились. Но немножко приросло нам, конечно. Так, здесь кто-то есть? Так, здесь никого. Все отлично. Вниз пошли. Я не знаю, что там, ребят. Давайте вскрестим пальцы. Надеюсь, что там будет все нормально. Опа. Опа. Я вот не знаю. Там же тоже, наверное, пати будет, да, у них? Может, этот удар поставить. Будет 4 очка наносить кровотечение. Да, урона меньше. 4 очка кровотечение. В принципе, как вариант, да? По нескольким целям. Тут 5 очков. Ну, тут урон, да. Минус 33, а тут минус 50. Ну, давайте лучше тогда вот это, наверное, возьмем. По ОЕшим малость. Тут, в принципе, хватает точечного урона. А там посмотрим. Может быть, ОЕ даже скатит. Только никого. Давайте, спокойно дошли до босса. Босса убили. Все. И закончили. Отлично. Ну, погнали. Давайте. Третья, последняя битва. Сможем ли мы? Офигеть! Что, серьезно? Два? Вы серьезно? Два? Тихо, тихо, тихо. Ты-то не стрессуй хоть. Ё-моё. Уклонение. Отлично. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Братан. Братан. Сразу на него защиту. Насколько она ходов вешается-то хоть? Так, братан. Кого будем убивать первым? Кто самое говно тут из них? Из всех. Смотрите, у этого там меньше хп. Может, его проще убить? До него не дотянуйся вот этим вот чуваком. Тогда этого гасим. Двадцать три. Все, в одного вперлись. И по одному чисто. По пузу. Отлично. Двадцать три. Двадцать восемь. Дорогой мой, так почаще критуй. Я тебя буду любить. Постоянно тебя буду любить. Промахнись. Жесткий дамаг. Жесткий дамаг. Промахнись. Хиль. Так. Дамажим. Так, я не понял. А что за фигня? Почему? Почему спала? У него же... Ничего не понял. Что за... Что за побудня? Ладно. Хрусть, хрусть. Хотя, наверное, сейчас-то я зря это сделал. Так повесим. Давай, давай, давай. Кровотечение. Еще минус сопротивления. Отлично. По восемь уже. Практически, практически, практически убили. Иди в пень. Ты не что. Мы все. Давайте, ребятки. Мы все сможем. Мы смогем. Мы крутые. Мимо. Мимо. Промахнись. Так. Ты не давай. Давай. Без паники. Без панику не разводи. Уклонение. Да. Да. Промахнись. Промахнись. На 26 крита. Ты что, серьезно? Блин, говна кусок. Так, по двоим сразу, да? Так, давайте-ка мото там вначале отобедаем. Вот так вот вам. Сколько? 12. Сколько у тебя? 30. Очень много. Так, ты, походу, сдохнешь, да? Ты сдохнешь? Да, он сдохнет. У-у-у-у, детка. Только держись. Только держись. Что ж я буду делать? Давайте забафаемся. В него, да. Что это за херня? Яд, да? Пипец. Вот они тут навешали всякого говна на меня. Так, висталочка, висталочка. От яда. Сразу пьем. По всем сразу хилим. Или вот, может быть, лучше и точечно. Нет, лучше по всем. Лучше по всем. У всех пускай по чуть-чуть хп, хоть все будем выдерживать. Так, на по пузу. Опять защита. Ты у меня сдохнешь, тварь, сдохнешь. Сдохнешь! Сдохнешь! Я что-то верю в свои силы. Я думаю, мы победим. Я думаю, мы победим. Остался один. У него мало хп. Он не такой крутой, как тот, который был до этого. Только если он, конечно, не кританет. Уклонение. Фу-фу-фу! Гребаный на баз. Неужели мы пройдем? Неужели мы пройдем? Ладно, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Пропуск. Ну вот, может такая вот херня начаться просто. 22 отличный удар, отличный удар. Так, этому козлу. Минус 12 хп. Давай еще кровотечение. Больше кровотечение. Больше кровотечение. Все, ты у нас сдохнешь. Ты сто процентов помрешь, говнатый кусок. Да мне плевать уже. Мне плевать. Посмотри на мое лицо. На лице написано, что ему плевать. Агрессия. Ну, бывает, что. Скажи. Вообще madness полный. Двое под жестким стрессом. Ну, до свидания. Слава богу. Слава богу, я осилил. Ура. Выдохнем. Скажем. Уасааа. Дааа. И скажем. Ура. Ура, товарищи. Мы осилили. Я не знаю. Для меня это реально приключение конченое. Просто конченое приключение. из ряда тех которых не хочется повторять вообще никогда вернуться в город о да о да о да 15000 хороший статьи щит я раньше не оценивал его раньше может он очень мощный но вообще как бы да он очень крутой если его брать как защитника брать как воителя да как защитника просто чистый защитник и бафер это очень хорошая штука вообще фух справились слава богу денег шиш 15 тысяч нам дали конечно что там у нас все все положительное должно было бы быть нет отрицательно что-то минус скорость ну ладно бывает еще одна party прошла блин слава богу ребята нервно 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 я не знаю что будет на на следующем нашем приключении я чё-то боюсь значит что по нарастающей все лечебное отделение бесплатно нас по моему никто и не болеет чтобы она вот смотрите уже луна больше стало скоро будет полноуния простите мой не сдержанность да это буду разговаривать сейчас потому что мне очень хорошо наконец-то я сделал это наконец-то наконец-то третья попытка она удалась блин какие же как я ненавижу этих скорпионов ё-моё как я их ненавижу это просто группа конченых мракобесов просто мракобесы давай чувак тебя тебя вроде бесплатно сегодня лечить обещали иди ой ты тоже у нас болеешь но дорогой иди таки с радостью бесплатно вас всех тут я готов излечить ну что мы все сделали хорошо у нас вроде никто полезный такой мега крутой и не пришел скинем все предметы отсортируем закроем и скажем да еще раз ну что дорогие друзья надеюсь вам понравилось мне безумно понравилось потому что мы наконец-то закончили это подземелье а повторюсь еще раз повторить это еще раз не за какие коврижечки не деньгами не кормите не махшите перед лицом деньгами не просите стасян давай еще разочек ты же хочешь этого я скажу нет 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 пошло оно все в пень вот но я все равно думаю что вам понравилось потому что как повторюсь я мне очень а если это так то не забывайте тогда ставить лайки комментировать естественно делиться и подписываться на канал а также добавляйте плейлисты и вступать в нашу группу вконтакте ссылки все есть в описании дорогие друзья мы увидимся в новых прохождениях повторюсь опять же дарка с данжем будет через раз вместо него выйдет дайзек в следующая серия а точнее всего даже ребят я на на знаете как сделаю в благодарность вашего вашему такому не знаю как сказать теплосердечному ожиданию наверное выражусь так я наверно выпущу в этот день и айзека тоже будет и айзек и дарка с данжем а в следующий раз выйдет опять айзек и потом только дарка с данжем не буду выпускать дарка с данжем следующий раз то есть через день да потому что для меня это очень сложно надо качать персонажей как вы видите у меня есть несколько героев но я не знаю как бы прокатят ли они я тут накачал просто не пойми кого вот я бы вот этого взял чувака в принципе крутой ну от арболечицу можно взять висталка есть слава богу ну можно собрать в принципе пачку но я не хочу торопиться хочу отдохнуть она меня морально выматывает надеюсь вы это поймете да опять заговаривайся короче ладно всем пока всем пока